Путин мем, он везде. Соловьев — это такой цурков эпохи ТикТока. Тебя называют серым кардиналом Телеграма. Часть популярных Телеграм-каналов, за ними стоишь ты. Очень много каналов создала и продала, да. Я кому-то давала много денег. Ну, а давать кому-то деньги — это плохо, что ли? У меня с Владимиром Соловьевым восстановился какой-то хрупкий мир. Моя нервная система еще одной войны с ним не выдержит. Поперечный, Литл Биг, Варламов и прочие, они понимали, что это государственные деньги? Унижать его, поработать бесплатно, тем более евреи, тем более на власть. Это не наши методы. Самый популярный сейчас запрос — это расследовать, кто кого куда заказал. Шантажировать тетю Мотю, а Боленцеву то что. Хорошо зарабатывать можно только на политическом контенте. Тебя очень часто называют человеком, который разрушил культуру дискуссии в интернете. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Стрелец? Молодец! Я хотела начать с того, что я тут с удивлением обнаружила, что в Оксфордском словаре появилось понятие «постправда». Я думаю, что ты хорошо знаешь, что это значит. То есть мы сейчас в цифровую эпоху живем в такой парадигме, когда по большому счету мы не можем быть никогда уверены, что есть фейк-ньюс, а что есть правда. Считается, что в России архитектором «Постправды» был Владислав Сурков. И поскольку ты имела отношение к команде Суркова... Тогда еще такого слова не было даже. Многие говорят о том, что ты один из главных технологов этой методики. Это просто прием, которым часто медичники спекулируют. Обычно «постправда» кажется кому-то правдой, потому что она более вирально подана. То есть это вирусный контент. То, что громче, то, что ярче, то, что лучше всего упаковано, то человеку и заходит. И это появляется на поверхности, и люди начинают в это верить. Если ты не обладаешь к этическим мышлением и не можешь, не способен отличить правду от неправды, то на тебя «Постправда», конечно, будет оказывать определенное влияние. Это может стать для массы таких людей проблемой. Ну, а если говорить про Суркова, по духу, да, ему это подходит. Но насколько он был родоначальником этого, я не берусь сказать. Он создавал мифы. То есть он по классике как бы шел. И ему нравилось именно застыковки чего-то несопоставимого. Ну, например? Ну, не знаю, когда либерал поднимает тост за русский народ. Или когда патриот начинает выступать за права человека. Что-то такое. А когда он сам в 2011 году поддержал вот эти все оппозиционные движения, сказал, что вышла на Болотную лучшая часть общества. Это из этой же оперы была история? Ну, это не «Постправда». Но я думаю, что это его взгляд в то время, то есть его убеждение. Ну, вообще, если... Выглядела как какая-то многоходовка прям. Мне кажется, вот на этом этапе все многоходовки закончились в его карьере. То есть как это показало дальнейшее событие. Ну, вообще, в принципе, меня часто обвиняют в том, что я в отношении бывшего куратора не провожал его с фанфарами в «Дивный новый мир». Не хочу и сейчас, но он интересный персонаж. Не знаю, какой он человек на самом деле, но то, что персонаж интересный, это точно. В какой-то период он верил в Путина. Потом, я так понимаю, он поверил в себя или в какой-то дивный новый мир. А сейчас непонятно во что. Он, конечно, был талантливый. То есть многие говорят, что он был гений. Он, несомненно, понимал, что такое социальные ткани и что такое общество. И мог построить, да, знал, как что-то делать. Но зачем? Видимо, не было у него на это ответа. Ну, вот смотри, говорят о том, что вот эти все технологии, которые формируют понятие постправды, их широко используют политтехнологи, просто маркетологи даже обычных брендов. Очень часто даже глянец это используют для того, чтобы создать какую-то идеологию и создать ощущение того, что что-то, например, модно. Про технологию, как это работает, что когда ты о чём-то много и громко говоришь, у людей это откладывается как, ну, не то чтобы как истина, но они начинают в это верить. Вот какие ещё есть... Ну, важно не много и громко, а именно как это упаковать. То есть, посмотри, то есть неизвестно, был ли Сурков гением, но то, что он был гениальным стилистом, это точно. Он ещё тогда, опережая время, знал, что прямое высказывание не работает. И это, как бы, постправда, это один из элементов упаковки. Самый главный ресурс сейчас это новая нефть, это человеческое внимание, которое ограничено, там, в сутках всего 24 часа. И поэтому тот, кто быстрее всех среагирует, ну, соберёт все сливки со сливок, упакует лучше всего любую информацию, неважно, правдиво, неправдиво, как тебе нужно, как бы, да, в зависимости от целей, тот и будет в топе в начале ленты, и тому человеку поверят. На смену Суркову пришёл Владимир Соловьёв. То есть, по сути, это даже такие похожие персонажи просто для каждого в своё время. И Соловьёв – это такой Сурков эпохи тиктока. Вот. И они даже чем-то похожи, потому что они оба мастера бесконтактного боя. Да, сейчас всё просто проще. И, ну, а упрощение – это что? Это деградация. Но чем проще, тем безопаснее, потому что сложную вещь сломать очень легко. А попробуй сломай камень. Заканчивая тему Суркова, он, наверное, один из самых демонизируемых, так скажем, политических, общественных деятелей в нашей стране. Михаил Прохоров его называет главным кукловодом Кремля. Ходорковский говорит, что за его таланты, за его ум ему можно простить Суркову, можно простить всё. Вот в чём, как тебе кажется, его главный талант? Ну, он стилист. Он очень круто делает красивые вещи даже в своём родстве. И, к сожалению, сейчас он уже споэтился, и я не такой, какой был тогда. Да, он был чёткий, дерзкий, злой. Там большие дядьки у него в кабинете падали в обморок. Но что-то сломалось, что-то пошло не так. Грустно, что таких людей больше как-то не встречалось. Для нас он был тогда таким бесполым божеством. Ну, вот технологии, которые он внедрил, потому что его, я понимаю, что это звучит пафосно, но его называют архитектором постправды, самого понятия. Вот технологии, которые он внедрял, они же не такие были уж простые. Там порой бывали прям серьёзные многоходовки. Потому что... Подожди, они очень простые. Вот, например, у нас была задача. Да, он требовал, чтобы у нас... Мы выдавали статьи, где политологи говорят, что движение наше молодцы. Как бы, да, вот, значит. А где взять этих политологов? Ну, Глеб Павловский нахер нашлёт. Как бы, да? Ну, у кого брать эти комментарии? Статью надо написать за два часа. Там, да, ещё договорились, чтобы её выпустили. И... А каждый день требуют. Ну, в итоге мы так думали-думали, что делать? Мы придумали политолога. Там, не буду называть его фамилию. Вот. И мы каждый раз вставляли о том, что политолог известный такой-то, говорил то-то, то-то, что движение наше молодцы. И всё это выходило. А он существовал, этот политолог? Там такое сочетание имени-фамилии поверхностное. Ну, типа Иванов Сидоров было. Что он действительно, оказывается, потом существовал. Ну, или мы читали какие-то статьи, как-то отложилось, что такое вот так совпало, что потом я смотрю, а этот политолог выступает везде, пишет. Как бы у него так уже такая большая история публицистическая. Ну, и вот как-то он так вот взял и воплотился в жизнь. Вот она постправда. Ну, в условиях, которые нам дают социальные сети, интернет, ты можешь сделать всё. Не нужно существования реального Глеба Павловского, из которого надо непонятно чем выжимать пару хороших фраз. То есть как опровергнуть постправду? Это же надо сделать такое опровержение, чтобы оно перебило по своему эмоциональному накалу и упаковке первоначальный тезис. Это достаточно сложно. Поэтому есть единственный вариант борьбы с постправдой, если кому-то это нужно. Это грамотные, тоже такие вирусные фактчекинги. Но таких примеров достаточно мало. Я даже сейчас не вспомню. Тебя называют серым кардиналом Телеграма. Ты сама как относишься к этой формулировке? Я одна из первых начала заниматься этой площадкой, потому что у меня не было других ресурсов. Вот и всё. Ну, то есть я правильно понимаю, что ты как агентство выступала как подрядчик, который оказывал услуги, в том числе каким-то там властным структурам. Ну, я много кого консультирую, да, и имею свои площадки. А почему вообще власть обратила внимание на Телеграм? Там же не такая большая аудитория. Или потому что всё-таки она небольшая, но это элита. Так это, ну да, это правит аудитория, плюс одни журналисты, ну, все практически. И поэтому информация, которая появляется в Телеграме, она, по сути, сразу поступает в голову, как бы, да, аудитории. И это происходит моментально. Извини, у меня совсем нет времени. Через 10 минут придёт свекровь, а дома бардак. Конечно, успею. У меня есть секретное средство для гениальной уборки. Как же удобно стало жить с этими современными гаджетами? Не надо прилагать почти никаких усилий. Даже уборка стала в удовольствие. Не так давно у меня появился LG CortZero A9 компрессор. Язык не поворачивается назвать его просто пылесосом, потому что это чудо, а не пылесос. За считанные минуты беспроводной вертикальный пылесос LG CortZero A9 компрессор очистит любое пространство. Здесь есть функция и сухой, и влажной уборки, и продвинутой технологии компрессования пыли, и время работы без подзарядки до 2 часов. Пылесос мощный, но лёгкий и очень красивый по дизайну. Моя мама сокрушается, что если бы в её молодость существовали такие приборы, как мой чудо-пылесос, то за право уборки в квартире члены семьи боролись бы. А если серьёзно, такой чистоты в моей квартире не было никогда. Я просто не знала до этого, что с вертикальным пылесосом квартиру можно убрать за несколько минут, да ещё и не тратя на это много сил. По ссылке в описании всё о самом классном устройстве LG, которое буквально изменит ваш быт. А сколько ты как аналитик наверняка знаешь цифры? Вот какая общая совокупная аудитория Телеграма? В области политического сегмента, не думаю, что больше 100 тысяч. То есть это вот такая совсем небольшая? Ну это не просто, знаешь, такие эти сторонние куколды. Это люди, которые не просто потребляют информацию, но её интерпретируют и распространяют. Почему, если ты, по сути, как вот я сейчас вижу, не особо ты что-то скрываешь, почему так твоё имя передают из уст в уста, но нет какой-то официальной информации о твоём роде деятельности? Просто ты как этот Волан-де-Мор, которого все в тусовке обсуждают, но нет какого-то там реального подтверждения того, что ты... Слушай, ну они задолбали все. Они как, знаешь, я как та ведьма на холме, которую все хотят сжечь, но все ходят к ней лечиться. Ну то есть все люди, которые тебя же выводили на чистую воду, они так или иначе с тобой взаимодействуют? Ну у всех разные ситуации в жизни происходят, да. Ну я не знаю, в чём вводить меня на чистую воду. Ну вот Бажена, когда Бажена Рынска была одной из первых, и Ксения Собчак, вот они были одними из первых, кто начал говорить о том, что часть популярных телеграм-каналов, за ними стоишь ты. Низка до этого не скрывала. Ну более того, я очень много каналов создала и продала, да. И одна из первых начала это делать. Мне это было интересно. У Кристины Потупчик есть сетка телеграм-каналов. Сетка имеется в виду, что это группа каналов, которые, причём на самую разную тематику, там светская, политическая, какая угодно. Они, как правило, анонимны. Это вообще такой какой-то новый дивный мир, такой плутовской жанр анонимных телеграм-каналов, которые люди постоянно гадают. А кто стоит за этим? А кто стоит за тем? И вообще есть мнение, что сейчас в телеграме идут какие-то вот эти война кланов. У одного клана вот эта сетка, у другого вот это. Вот мне называли там несколько каналов, за которыми предположительно стоишь ты. Какие ещё? Небожена, бабская курилка, героиня Татлера. Я не понимаю, почему для кого-то какие-то сенсации в этом есть. У меня сервитутные права в очень многих каналах. И как у большинства людей, которые занимаются медикой. Совершенно не значит, что я управляю всем этим контентом и слежу, чтобы какую-нибудь тётю Мотю вот здесь обязательно ругали. Люди не особо понимают, как это всё устроено. Это телеграм-каналы, сетки и прочее, они существуют как резома. 50% контента он уже полностью оплачен разными совершенно людьми. То есть проданы слоты. И не воля админа какого-то там, да, их обычно несколько в канале. В хорошем канале от 5 до 6 админов. И это не их какая-то личная там злоба, интенция, ещё что-то, как бы да, создавать тот или иной контент. Если что-то выходит, это значит, кому-то надо. Но точно не мне. Я вот это всё даже не читаю. Но редакция каждого анонимного канала с тобой советуется, говорит, вот мы хотим набрать... Нет, а все знают наши стопы, на кого у нас есть блоки, и кого мы не упоминаем никогда. Это всё, что меня интересует. А об этом можно говорить, кого вы не упоминаете никогда? Нет. Мне рассказывали о том, что во всём телеграме, не только у анонимных каналов, есть понятие блок. Блок – это когда вот какое-то лицо или группу лиц, или какое-то даже явление, например, нельзя упоминать. Но иногда покупают блоки на блоки. Ну да, я тебе расскажу, откуда это появилось. Я уже это где-то рассказывала, не помню. Как раз были выборы мэра, и у него было очень много участников этого процесса, подрядчиков медийных. Они заблаговременно пошли по всем телеграм-каналам спрашивать блок на негатив на мэра. И все админы телеграм-каналов, не зная вообще, что там, тогда пост стоил 5000 рублей, очень удивились, что такой запрос существует. Значит, раз есть спрос, значит, как-то надо собраться и обсудить, по чём мы это будем продавать. Пришёл один подрядчик, один и тем же админом, второй, третий, все с одним и тем же вопросом. Поэтому все объединились в один общий чат, все админы, и там договорились, что цена от такого количества подписчиков будет вот такая-то. То есть произошёл картельный сговор, и так появился этот рынок на блоке, на вот эту вот услугу. Потом, когда дело дошло до выборов, видимо, эти подрядчики пришли к мэру, сказали, попытались продать ему эту услугу. Он отказался от этого. Все админы телеграм-каналов полгода ожидали вот эти обещанные денежки, уже все были довольны и рады, ждали. И тут им ничего, и поэтому они просто по фану начали мочить Собянина. То есть вот так на ровном месте из-за работы подрядчиков он отхватил такого хейта несправедливого. После этого... А ты на это никак не влияла? Нет, нет. Мои каналы в этом не участвовали, и мы вообще к выборам мэра не занимались. После этого появилась эта услуга продажи блока, и появился спрос. И потом уже на многие другие региональные выборы это уже была актуальная статья расходов. Сейчас даже говорят, светские девушки покупают блоки, чтобы... Ой, да, это вообще интересно. Это такой милый подарок девушке от молодого человека, что он ей покупает блок на неупоминание. Чтобы ее не упоминали, светские каналы не стебались над ним. Да, да, но дороже, чтобы упоминали, но в определенном ключе. Или вот это дарят. Вот такой слот, типа на три месяца, где ее нахваливают, какие сережки, как хороша, и все вот это вот. Слушай, а вот если, например, вот есть такой канал, двойная сплошная, и там есть ряд персон, так скажем, светских, кого они частенько мочат, включая Надю Аболенцеву. Вот это может значить, что они просто ждут, когда она уже им заплатит за этот блок? На что она может заплатить? Ну, я понимаю, там шантажирует тетю Мотю как бы, да, Аболенцеву-то что? Я не думаю, что это именно с умыслом, что-то с нее. Слушай, ну в Телеграме такие расценки, что это подъемно, мне кажется, для каждого. Там же не таких больших денег. Ну, от 300 до 5 миллионов. За какой период? За год? Ну, нет, за месяц. А в месяц надо до миллиона заплатить, чтобы тебя просто не упоминали в Телеграм-каналах? Ну, в каких-то каналах, да. Где-то это стоит дешевле, где-то дороже. Надя Аболенцева, у нее нет денег. Мои личные соображения. Она может просто раздражать. Значит, двойная сплошная, не тот канал, который может что-либо вымогать, и упоминание, в котором кого-либо могло бы задеть. Там много ботов, как бы, да. То есть, и следующее, что кто-то мог ее заказать там, если кто-то и пошел бы заказывать ее, но явно не в двойную сплошную. Ну, как бы, да, есть же куча других. А почему явно? Я очень многих знаю, кто подписан, но именно из журналистов. На месте Аболенцева я бы только порадовалась, что у ее врагов так мало денег, что ее заказывают... В таком маленьком канале? В такой уничтожный, да. Какая она? Вот и все. Ну, не думаю, что она может кого-то так раздражать, чтобы против нее шла бы такая, ну, какая-то специальная. А какие каналы для тебя, вот, для тебя знак того, что вот если в этом канале мочат человека, ну, вот у него проблемы. Вот туда не надо бы попадать. Ну, чаще всего это не зыгарим. Ну, это как бы такая сигнальная система. То есть он до сих пор катируется как топовый канал? Ну, как топовый, потому что все прислужбы его мониторят. Если там кого-то мочат, значит, это кому-то нужно. Это точно не какая-то авторская позиция. То есть в этом, как бы, да, ну, более-менее уверена. В среднем вообще пост в телеграм-каналах стоит от 10 до какой суммы? Ну, самое дорогое было в Низыгоре. В какой-то период там был, он пост стоил 600 тысяч. Все-таки анонимные каналы уже наверняка дешевле. Посты продают, чем такие авторитетные, как антиглянец. Антиглянец, они не скрываются. Это приличные девочки, которые никому не хамят, и, значит, они ни с кем не ссорятся. Я просто про монетизацию. Антиглянец, ну, очевидно, очень хорошо зарабатывают на своем канале. Это большой бизнес для всех троих. Хорошо зарабатывать, можно только на политическом контенте. Ну, я не знаю, что понимать под хорошо, конечно. Почему в той же Небожении или героине Татлера нет столько рекламы? Люди боятся платить анонимным каналам за прямую рекламу. Мы сейчас не про вот эти банны на кого-то, не на блоки, а про конкретную прямую рекламу. Ну, типа рекламировать шампунь? Типа того. Вот Эстелаудер, большой контракт антиглянца. Вот они год его рекламируют, в месяц там какое-то количество постов. Вот они его постят. Постят даже не нативно. Уже видно, что это реклама. По сути же аудитория пересекается. Я вот сегодня опрашивала всех, кто здесь сидит в этой комнате, на кого подписаны. Девочки говорят, я на антиглянце не пожену. Мне кажется, вот для меня это тоже всегда идет в связке эти два канала. Но почему-то антиглянце гораздо больше рекламы. Слушай, я точно не могу сказать. Мне кажется, может быть, из-за издержек, потому что после рекламы шампуня или помады будет большой отток. Политический контент, он, во-первых, и дороже стоит, и нет таких потерь потом. И не приходится восполнять утрату. А вообще глобально, когда вот эти каналы, которые входят в то, что называют твою сетку, создавались, у них была цель монетизироваться таким путем? Нет, никогда. То есть там была цель, чтобы просто... Да это просто был фан. Это как бы просто эскапизм. Никакого умысла такого нет. Я и сейчас на это не рассчитываю. Просто как площадка, куда можно выдавать какую-то информацию. И там она работает. Появится другая, поведем на другую. Мне очень важно, чтобы все, что меня окружает, было красивым и качественным. А если речь идет о бьюти-продуктах, которыми я пользуюсь, то здесь я особенно требовательна. Никогда не покупаю косметику и парфюмерию на бегу, потому что очень люблю изысканные нишевые ароматы. Ароматы для себя и мужа, а также свечи, ароматические кремы и интерьерный аромат любимых марок я покупаю на La Moda. Да, на La Moda сейчас можно купить не только одежду, но и уникальные премиальные бьюти-бренды. Самые продвинутые и модные бьюти-марки собраны в одном месте, на сайте La Moda. Ассортимент самый широкий, доставка максимально быстрая. А сейчас аттракцион неслыханной щедрости. La Moda подарит 5 шикарных бьюти-боксов с премиум-косметикой. Стоимость каждого 40 тысяч рублей. Все, что нужно, чтобы стать участником, написать комментарий к этому выпуску слово «конкурс». И далее, что для вас значит качество продукта. Представители La Moda выберут 5 лучших комментариев. А в следующем выпуске я покажу вам свой бьюти-бокс и озвучиваю имена победителей. Пишите комментарии прямо сейчас. Наборы с косметикой вашей мечты ждут вас. А по промокоду СТРЕЛЕЦ скидка 15%. Ссылка в описании. А почему к Телеграму в какой-то момент возникло такое доверие как к рупору инсайдерской информации в то время, как все понимают, что нет ни одного ресурса, где легче было бы купить рекламу? Почему тогда такой уровень доверия серьезный Телеграму? Если все знают, наверняка все понимают, что... Потому что, как бы, да, это определенный имидж у площадки. Сам из дату, мы уже говорили, верят намного охотнее. И плюс здесь скорость подачи и доставки информации. Поэтому в любом случае ты воспримешь ее и, по крайней мере, увидишь точно эту информацию. Есть также на компромате была информация о том, что когда-то, по-моему, написали напрямую в канал Караульный, и они предложили сразу беспалево так несколько каналов, входящих в эту сетку. И в их числе был, по-моему, даже футляр для виолончели. Это тогда, это 18-го года статья. Ну, это нормально. Да, у многих... То есть они даже не скрываются, что они там такой конгломерат канала. Да нет, просто если ты покупаешь слот в какой-то канал, то ты можешь вполне им торговать. Это нормально. Поэтому я и говорю, что нет владельца у канала одного, нет воли админов, как бы, да, какой-то вот... Это не от одного человека зависит, что уходит в канале. Сколько у тебя продано слотов, столько и мнений, столько и версий. Ну, в принципе, ничего не поменялось, как было в период движения «Наши», когда мы покупали статью о Селигере, что всё хорошо, значит, на один разворот, на втором развороте выходила редакторская статья, полностью опровергающая то, что написано на первой. Это где такое могло выйти? В НК это было. Ну, в разных газетах тоже. А в коммерсанте вы покупали? В коммерсанте покупали. Ну, то есть везде можно было, по сути, купить такой нативный контент. Да. Вот. И то же самое здесь, как бы, да, в одном посте будет хвалиться Бажина, по-другому будет она ругаться. Всё зависит от того, значит, кому у тебя продано это. То есть получается, я просто вот хочу разобраться, то есть какая внутренняя иерархия вообще этого всего процесса какова? Нет никакой иерархии. Владелец канала объявляет админам о том, на кого есть блоки, про кого точно писать нельзя. В список блоков формируется тоже в зависимости от заказчиков, кто у него, значит, в интересах, в приоритете. Вот. И всё. И канал существует на эти деньги, на вот эти заказы, блоки. Ну, это уж как решит владелец, ну, из чего он им платит. Но владельцев вы не разглашаете? Нет. Ну, как бы важно, чтобы каждый канал окупался. И это получается. Ну, я правильно понимаю, что ты не владелец и подрядчик? Или ты и владелец тоже? Нет. У меня выкуплены слоты. То есть не владелец. Но это и не нужно, потому что каналы, многие теряют актуальность. Многие, так как от тебя не зависит весь контент, то очень многие каналы портятся из-за того, что там появляется какой-то клиент, который портит всё своей какой-то вот историей постоянной заказной. И поэтому лучше вовремя переобуться и перейти на какую-то другую площадку. Как ты думаешь, сколько ещё телеграмм будет настолько востребован, как сейчас? Ну, пока не заберетут что-то новое. Клабхаус, он сдох, две недели не прошло. Кстати, почему, как тебе кажется? Мне кажется, это слишком сильное, ну, слишком большое усилие голосом разговаривать. Это сколько же надо времени. Это же изначально всех привлекло, потому что это чисто такая крутая история про горизонтальные связи, когда ты в одной комнате можешь с каким-нибудь целебой оказаться на равных. Да, мне кажется, если бы Илон Маск его не пропиарил, то ничего бы не было. Ну, а потом, когда группы стали большие, и уже те, кто не в модераторах, тянут ручки, их не включают, и опять все превратились в куколдов. А в телеграмме, по крайней мере, ты можешь написать комментарий, репостнуть, или у себя сделать пост. Когда появляется какой-то новый телеграм-канал, как быстро ты можешь понять, кто за ним стоит? Ну, это всё технически легко пробивается. Но это тоже уже, как бы, да, не основной способ выявления. Просто надо смотреть, где ещё подобная информация появляется, кто репостит этот канал. И тоже это ничего не доказывает. Обычно могут просто заказать одну и ту же информацию в разных каналах, не являющейся одной сеткой. Ну, только наблюдать и понимать, искать. Нам очень часто заказывают как раз-таки, ну, самый популярный сейчас какой-то такой запрос, это расследовать, кто кого куда заказал. А как это можно расследовать? Это путём каких-то инсайдерской информации или это бы там аналитическим путём проследовать? Ну, и аналитически, и спрашивать, как бы, всех, и проверять, и пытаться подобную информацию заказать куда-то ещё, понять, кто берёт, кто не берёт, как-то с тем пообщаться, ну, такое. Про светский контент, светские каналы в Телеграме. Почему, как тебе кажется, такой отклик эта тема получила в Телеграме? Ну, все соскучились потому, ну, все хотят обсирать звёзд. Все соскучились поэтому. Ну, вот раньше был сплетник, вот теперь всё, что там обсуждало. Да, ты помнишь, сколько там хейта было? Ну, то есть, любая новость, и под ней очень много комментариев. Ну, тоже, это такая грузная история, там надо копаться, это всё смотреть. Зачем? Тут всё легко, просто быстро упаковано. Вот тебе фотка кривого лица, как бы, да, понеслось. С чем связано то, что, например, в модных хрониках злобные киски, правильно я произведу? Злой киски. Злой киски. Так любят, например, Снежану Георгиеву, а в героине Татлера любят, например, Наташу Давыдову, тётю Мотю. Может ли это, значит, я не спрашиваю конкретно, но просто вот свою пути... Это может быть симпатия админа, это может быть... Ну, может, это быть то, что... Это может быть выкупленный слот, это всё что угодно. То есть мы можем только догадываться, что это значит, потому что я, например... Нет, если, например, в разных каналах Наташу Давыдову хвалят за то, как она там, не знаю, села на шпагат, например, какое-то одно действие, то это, скорее всего, она заплатила. Да, но если её везде по-разному как-то на неё обращают внимание, то, может быть, действительно мнения сошлись, и она, правда, чем-то выдается. А то, что вот героиня Татлера так недолюбливает Собчак, это говорит о том, что как раз здесь никто ни за что не платил, вот хотим просто повысить охват. Ой, ну я не знаю, не представляю человека, который бы заплатил за то, чтобы обосрать Собчак. Это же бесполезное дело. Ну, пожалуй, да. Я думаю, что ей только на пользу это всё пойдёт, поэтому... Какие каналы ты конкретно читаешь, следишь, кто тебе нравится? Кстати, на сколько каналов ты вообще подписана? Я читаю Бажену, мне около 150. Ну, по-моему, это предел. Больше я не могу подписаться ни на один канал, потому что у меня уже всё закончилось. Я читаю Бажену, просто отдыхаю душой и сердцем. Мне очень нравится. Не не Бажену, а обычную Бажену. Конечно, Бажену. Я читаю Подъёмы, оттуда получаю все новости, только оттуда. Читаю ВЧК, ОГПУ, потому что это такая замена футляра. последний, наверное, такой канал, который со всеми набросами существует. Читаю Москва сейчас. Ну, читаю Собчак, Небажену, Двойную сплошную, Форбс, Бахчисарайские гвоздики. Много книжных каналов. Слушай, но у тебя какая-то дикая просто резистентность к хейту. Бажена с тобой устроила дикий батл, по сути выводила тебя на чистую воду и чуть ли не судиться с тобой собиралась. Ты сейчас говоришь о том, что это твой чуть ли не любимый канал. Нет, ну, это же не... Знаете, что Бажена мой любимый персонаж? Но это так или иначе всё-таки коррелируется. Когда тебе нравится, как человек думает, грубо говоря, какой у него стиль подачи информации, у человека не сильно, так скажем, проработанного, эти вещи... Мне очень нравится этот потоп конфабуляции, который она выдает, и очень забавно это читать, смешно выходит. А по поводу конфликта с ней, ну, я не знаю, это... Но у вас был жёсткий конфликт, это не просто конфликт. Не было никакого конфликта, я никак на это не реагировала. Бажена, человек, который кучу людей обосрала, публичила чужие переписки, там, угрожала людям, бросалась на них, что там, только не делала, и тут вдруг она, из-за того, что появился какой-то пародирующий её канал, она начинает заломывать руки и орать, спасите, помогите, тут меня, как бы, да, всю жизнь мне ломают. Слушай, ну, вы же понимали, аллюзия, на кого это? Человек непростой. Она могла бы прекрасно, ну, просто взять и спросить у меня, зачем я это делаю, и я ли это делаю, но почему-то в голову не пришло ей это сделать, ну, пожалуйста. Мне, в принципе, я не против того, что она делает, меня это абсолютно устраивает. Я за любой пиар. Репутация – это такое дело, как Невзоров говорил, надо сначала её полностью разрушить, чтобы на её месте создать то, что, как бы, да, тебе хочется. У меня нету никаких, никакого дискомфорта по поводу ненависти в движении наше ко мне, оскорбления от божены или не божены. Ну, а что может тебя обидеть? Вот что тебя может вывести из себя? Тебя ни разу не задело ничто, что ты с чем-то сталкивалась по отношению к себе? Даже когда мне приписывают распространение межнационального порно с карликами и ампутантами. Нет, меня это не оскорбляет. А что из того, в чём тебя обвиняли, вот ты можешь сказать, вот это конкретно, вот такого не было, это неправда, это я могу опровергнуть? Ну, у меня не хватит, мне кажется. Ну, хорошо, вот эти ДОС-атаки на коммерсанта. Мне тогда было 23-24 года, я не представляю, как это можно было бы сделать. Но ты публично опровергала эти обвинения? Нет. А почему? Я сходила на допрос, адвокат всё уладил. Никто публично и не спрашивал, если уж на то пошло. Публично всё утверждали. Ну, смотри, ты же сама говоришь о том, что ту мысль, которую ты транслируешь, без разницы, правдива она или нет, если её транслировать убедительно, если её транслировать, ну, не то чтобы агрессивно, но не раз и не два и с определённой чистотой она откладывается. Вот Кудрявцев утверждал, что... Не считай, что Кудрявцев заслуживает моих оправданий. Ну, если же ничего не противопоставить, этому всех же отложится, потому что у меня... Я тебе могу сказать, я как среднестатистический обыватель, я настолько часто слышала о том, что он тебя обвинял в ДОС-атаках после того, как вас назвали ликующей гопотой. Ну, для меня это был какой-то вот прям факт непреложный, что так и было. После взлома моей почты спрашивают, а вот как это повлияло, что и как... Вот никак не повлияло, ну, только в лучшую сторону. Ко мне приходят люди с запросами таких вещей, которые... Я не знаю даже, кто мог бы сделать у нас в стране, и я тоже много чего не могу. Единственный минус был от всего этого только то, что мне все подрядчики и с кем приходится работать и нанимать, выставляются в очень завышенную цену, думая, что у меня много денег. Вот и всё. Это единственный минус, которым я столкнулась. Всё остальное меня никак мне не может навредить, меня не обижает, никакого влияния не оказывает на мою жизнь. А есть хоть что-то в твоей биографии, что ты считаешь зашкваром? Зашквар – это какое-то что-то тюремное. Ну, имеется в виду, что вот такое что-то, за что тебе может быть даже, ну, как-то стыдно. Никогда мне ни за что не было стыдно. Все ждут, что я буду посыпать голову пеплом, заламывать руки, оправдываться. Но никогда так не делала и не собираюсь. Я никогда никого не предавала, не подставляла. Мне не за что стыдиться. То, что я делала, я делала в определенный момент в соответствии с теми взглядами, которые тогда у меня были. Кстати, про твои взгляды. Они как-то очень сильно эволюционировали с середины нулевых. Считается, что ты от такого радикального отношения к власти, радикального в плане того, что ты очень поддерживала власти, была по сути одним из рупоров этой поддержки. Сейчас у тебя взгляды более умеренные, такие центристские. Где-то ты даже поддерживаешь такие откровенно такие либеральные ценности. Где-то даже какое-то сочувствие и симпатия была к каким-то протестным движениям. Эта эволюция с чем связана? Правильно ли я понимаю, во-первых, что это так? Да нет, никакой эволюции нет. Я как была сторонницей Путина, так и остаюсь. Путин говорил, что национальная идея России это патриотизм. Я была патриотом, так и остаюсь. А на деле это значит, что я не хочу, чтобы в моей стране сажали за лайки репосты, чтобы существовала статья 282. Я хочу, чтобы цены на госконтрактах завышали не в 10 раз, а хотя бы в 2. Я не хочу, чтобы чиновники использовали закон об иностранных агентах, чтобы давить на социальные НКОшки, которые им не угодны. Это не так уж много чего я хочу. Я считаю, это патриотизмом. Даже если взять в пример недавно принятый закон о просветительской деятельности, который фактически, которую делает нелегальный, то тот человек, который это придумал, вот он патриот или вредитель? Мне все чаще кажется, что за патриотизм нам пытаются выдать абсолютно какие-то безумные вещи. А я не хочу, чтобы патриот, слово патриот стало синонимом идиота. Борис, ты сейчас очень много перечислила пунктов, которые часто фигурируют в риторике оппозиционеров, либералов. Если бы сейчас у тебя была какая-то полемика, например, с Соловьевым, какие бы, как тебе кажется, он бы аргументы со своей стороны использовал? И, кстати, в чем ты, может быть, с ним согласна? Я думаю, что у меня нету такого психологического ресурса, чтобы эти аргументы выслушать. И я не готова к этому. Есть ли аналог сеток у либералов? Наверное, есть. Для того, чтобы работать с общественным сознанием, например, есть подрядчики, которые обеспечивают какой-то нужный информационный фон для власти. А ты имеешь в виду, профессионально работают ли они в этом? с какими-то определенными оппозиционно настроенными блогерами находятся какие-то структуры. Ты знаешь, у оппозиционеров, я думаю, нет такой потребности тратить деньги на эту историю, потому что у них намного более выгодная позиция в плане повестки. За все хорошее против всего плохого сагитировать людей, увлечь в клеватор своих мыслей намного проще. На какие деньги живет Яшин, например? Нет, это понятно. это уже финансирование активистов. Я имела в виду блогерские сетки какие-то. Но он же тоже и блогер, так или иначе. Ну, какой он блогер? Ну, и какой эффект от его блогерства? Самому Яшину, очевидно, да, может быть, кто-то платит на что-то, он живет же, но ведет ли он определенную медийную работу выстроенную, оплаченную, это у меня незаметно. Тот же Яшин постоянно говорит о том, что ты, как подрядчик Кремля, тебе платит власть. Ему, в свою очередь, у него просто может быть другой масштаб, но ему же тоже кто-то платит. И получается, что так или иначе любая информация, она ангажирована. Я правильно понимаю, что мало что может появиться в медийном пространстве, чтобы за этим чего-то, кого-то не стояло. Даже воспевая условную тетю Мотю, скорее всего, здесь тоже есть какой-то двойной смысл. Ты знаешь, как-то со временем иногда можно себе позволить что-то просто так. Вот ты, как человек, вообще глобально интегрированный во все эти истории. У тебя никогда не возникало желания, поскольку тебя часто обвиняют в том, что ты максимально ангажированный человек и получающий за это деньги кого-то, вывести на чистую воду, кто не меньше тебя или меньше, но также получает за что-то деньги для того, чтобы какую-то создавать информационную повестку. Нет, у меня таких желаний не возникало. Более того, я честно отрабатываю свои деньги и не монетизирую свои взгляды и убеждения. Я делаю свою работу. Не вижу ничего в этом плохого. Ты все время в тени. Ты не двигаешься никуда в какую-то светскую историю. Тебя практически, ну не практически, я тебя не видела нигде в светской хронике, хотя ты могла бы появиться где угодно. Мы все прекрасно знаем, как это все делается, как это работает, и что светским персонажем очень легко стать, имея гораздо меньше ресурсов, чем есть у тебя. Лучше, я интервью-то даю вот так вот второй или третий раз. Я достаточно некомфортно себя чувствую на публике и вообще стесняюсь. Ну тебе никогда не хотелось двигаться в сторону хоть какой-то публичности, потому что ты вообще такой мифологизированный персонаж, о ком все говорят. Ну тогда всем станет неинтересно. То есть ты думаешь, что если тебя будет в медийном пространстве больше, то тебя перестанут так демонизировать? Нет, просто я не хочу, не вижу смысла, не понимаю, для чего это. Как только появится какая-то своя повестка, которую захочется донести до широких масс, то я могу на это пойти. Ну пока у меня нет необходимости. Про закрытие футляра для Велончели. Это был, наверное, один из самых громких кейсов за всю историю Телеграма. И многие стали говорить о том, что Телеграм никогда не будет прежним после этой истории. Есть разные версии, что тех, кто создал этот канал, посадили. Другая версия, что им заплатили там 2 миллиона долларов или долларов, по-моему, за то, чтобы его просто продали. Ты сторонница какой идеи? Нет, ну, насколько мне известно, один из обиженных в этом канале людей отправил парней, которые сломали админом пальцы и забрали симку. Всё. И это, кстати, достаточно распространённая практика. Просто не было таких крупных каналов громких. То есть получается, что люди с какими-то ресурсами, даже возьмём какую-нибудь светскую женщину, у которой очень богатый муж, она может при желании вскрыть героиню Татлера как нечего делать. Я думаю, что при желании можно узнать всё. То есть получается, что анонимные телеграм-каналы, они анонимные только для... Нет, конечно, вся эта история с шантажом и с такими жёсткими набросами, и она скоро подойдёт к концу. Вообще сейчас тренд будет основной идти на каналы с авторской позицией, когда человек не скрывает имя и фамилию, потому что не хватает персонажей, не хватает авторов, и доверия к анонимным каналам всё меньше. То есть выживут только крупные бренды, которые уже... Смотри, мне ещё, кстати, всегда было интересно с точки зрения механики. Вот существует канал, который я очень люблю, героини Татлера, например. Я понимаю, что можно как угодно, кто угодно может за всем этим стоять, и там может быть сложная иерархия, но для того, чтобы так писать о тех вещах, о которых они пишут, среди райтеров должны быть очень интегрированные в светскую тусовку люди. Ну, поэтому этот канал и выживет. И кто-то подозревал, что там Лучинин его пишет, кто-то подозревал, что Женя Милов пишет и так далее. Но здесь каким-то образом нужно всё-таки интегрировать туда, знающего человека. А, соответственно, в такой ситуации очень сложно сохранить конфиденциальность. Как это? Всё каким-то... Не знаю. Ну, чисто наблюдая за героиней Татлера, мне кажется, что, я больше даже чем уверена, что это один человек, это не авторская группа. И что там прослеживается характер этого автора, и он достаточно последовательный. И да, возможно, это какой-то светский персонаж, это точно кто-то из тусовки, из их вот этой вот. И он очень осведомлён. Но ты имеешь отношение к каналу героини Татлера? Я с этим каналом даже не работала. В нашем медийном пространстве, пожалуй, кроме Бажены, ещё есть персонаж, такой как Лена Миро, который вызывает тоже широкий общественный резонанс. Лена Миро вообще существует. Правда, очень у многих есть великие сомнения, что... Ну да, что это... Это авторский коллектив. Не фиг его знает. Есть какие-то фотки какой-то женщины. Она даже появлялась на каких-то телепроектах, приходила, участвовала. Ну, какая-то, может быть, существует у этой авторской группы борода, как бы, да, с лицом и прочее. Ну, Ну, проект вполне коммерческий. Мы тысячу раз там покупали всё, что угодно. Поэтому... Ну, то есть получается так, что... Я просто слышала одна из версий, что это тоже, как бы, твой продукт. Это не так. Нет. А что ты думаешь про сам бренд Лены Миро? Потому что, как к этому не относись, но это guilty pleasure для каждого второго человека. Он уж в Москве как минимум, потому что, так или иначе, все плюются, но все читают. Я, ну, давно не смотрела, даже не читала. Я знаю только одно, что её канал хорошо котируется в плане покупки рекламы, потому что у неё аудитория вся из Инстаграма, то есть, свежая. Мы-то тут все уже переопылились друг с другом в Телеграме, и новый трафик, он идёт, его надо приводить из Инстаграма, и у неё оттуда вся аудитория перешла, поэтому у неё выгодно покупать рекламу. Это всё, что я про неё знаю. Но она как-то вот до сегодняшних времён дожила, не теряя сильно своей актуальности. Какое-то, видимо, это сочетание унижения и шейминга звёзд, плюс демонстрация своих каких-то причинных мест, ну, что-то такое, ну, что-то на грани с Баженой, ну, какие-то такие похожие проекты. Тебе не кажется, что сам путь Лены Миро, вот она, по сути, предвосхитила всё то, что происходит в Телеграме? То есть, с одной стороны, такой какой-то жёсткий контент, несмотря на то, что якобы неанонимный, но почти все, кого я знаю, сомневаются в том, что конкретно это она ведёт, это такая, ну, как сказать, сеть своих каналов, да, получается, у неё уже она присутствует во всех практически социальных сетях. И в то же время, сформировав вот эту большую базу подписчиков, в которых она постоянно пушит, чуть ли там не оскорбляет, но вместе с тем, когда ей нужно продавить какое-то своё там политическое видение той или иной ситуации, она это делает. Может, у неё есть лояльная аудитория, если честно, я не могу ответить, потому что я не видела в ней политического контента, потому что я не видела у неё никакого контента, потому что просто не захожу в неё. Ты появилась в медийном пространстве в те времена, когда ты была пресс-секретарём движения «Наши». В чём была идеология этого движения? Ну, во-первых, модернизация, патриотизм, саморазвитие, кадровая революция и построение гражданского общества, если кратко. А если, грубо говоря, это путинизм и вигилантизм. То есть у нас была задача создать такой эмбрион гражданского общества. в тот период, когда государственные институты работали плохо или тормозились какой-то иммерцией коррупционных интересов чиновников на местах, то был спрос на то, чтобы вот этот такой подобный астротурсинг, когда люди сами объединяются и решают какую-то проблему. У нас очень много было социальных направлений в движении. Боролись с продажей алкоголя детям, с продажей просроченных продуктов. Был проект СтопХам, может быть, ты помнишь такой, когда людям клеили наклейку «Паркуюсь, как хочу» на машины, припаркованные на детских площадках, на тротуарах. Тогда это соответствовало как бы времени. В принципе, можно считать, что это был такой зачаток эмбриона гражданского общества. В то время это, может, и было актуально, а сейчас, например, странно клеить наклейки на лобовые стекла, как бы на машины, потому что у нас везде есть платные парковки, камеры, штрафы и работают эвакуаторы. То есть институты, они уже заработали. Поэтому время, вегилантизм это временная мера, но я согласна с тем, что это имело и плохие последствия, потому что так как мы были так как задали этот тренд на такое самоуправство, по сути, самосуд, потом появились движения такие, как лев против или же как вот Тесак делал свое движение окупай педофиляй. Выманивал педофилов, провоцировал их и дальше как-то с ними разбирался. Это не имело никакого смысла и не давало никакого результата полезного, потому что 93% насилия над детьми происходит в семье. провокация преступления не решала никак вопрос педофилии. Впоследствии подобная деятельность она уже начала восприниматься как самосуд и обрело негативную такую окраску. Третье направление важное это саморазвитие. Я не знаю ни одного движения, ни одной такой программы, как движение наше, где бы была так выставлена образовалка от однодневных каких-то курсов по софт-скиллам до создания своего университета. И действительно это была хорошая возможность для ребят из глубинок получить знания, которые они нигде не получат. Тогда не было еще интернета и онлайн-образования. И самое главное, что помню формула такая, что комиссар движения это лидер, патриот, специалист. И борьба за лидерство это основной навык, который прокачивался. в коллективе, да, это все впоследствии переросло в то, что борьба за лидерство выражалась в том, что ты начинал бороться за близость к телу нашего руководителя, к Екименко. То есть он был руководителем движения нашей. И не могу сказать, что это какой-то ненужный навык, потому что любому сотруднику важно находиться рядом с руководителем. Поэтому в принципе прокачка не напрасная. Для ребят, которые проходили через все эти программы образовательные, это выливалось в два направления. Или ты становишься Симпсом Екименко и полностью твое сознание слопывается и жизнь вокруг него. Многие так и живут до сих пор. Ребята, которые не могут найти себя и до сих пор являются его эпигонами и занимаются той деятельностью, которой он сейчас занимается. Я хотела остаться с Екименко и заниматься любыми проектами, которые будет он реализовывать, то он меня буквально выпихнул из гнезда на рынок. Но мне очень тяжело это морально далось. Я не хотела быть самостоятельным руководителем и делать что-то. То есть мне вторым номером всегда было очень комфортно и травматичный такой был разрыв. Если вот сейчас вбить в поисковике движение «Наше», первое, что выпадает, что это движение, которое было организовано для борьбы с оппозицией. 90% всех программ движения «Наше» они были социальные. Традиционно в России устойчивый негатив вырабатывается к власти, отношение власти, властных институтов и движения «Наше» как такой придаток. Они были ближе всех, это те, до кого можно было дотянуться, и они поэтому стали олицетворением всех грехов, которые так нас ассоциируют с властью. 90% журналистов нас ненавидели. То есть это достаточно сложные такие условия для... Но это за что? Именно за те 10% политической деятельности, которую мы осуществляли. То есть и журналисты буквально заразили всё медийное пространство, вот этой вот апофенией, и нас обвиняли в каких-то страшных грехах, приписывали все возможные такие проделки, вплоть до того, что нашли женщину, которая согласилась переспать с Ильей Яшином, или заставили россиян подтираться газетой «Коммерсант». То есть, если во всё в это верить, то получается, что это не какое-то молодёжное движение из ребят, кому по 20-20-го года, а какое-то месмерическое ОПГ. И да, с этим приходилось работать, то есть такой образ сложился. Одна из причин критики всегда была связана с тем, что у наших было какое-то фантастическое просто финансирование. То Собчак тогда в Марио Якименко встретил... Ну, он там наел-то, господи, там, четыре устрицы, там, рублей на 800. Это ж не такая уж фантастика. Плюс, когда его переписку хакнули, он там выбирал себе квартиру за миллион долларов в каком-то ЖК. Ну, мог себе позволить, думаю, и сейчас может, да. Ну, это... Ну, ты же не считаешь, что люди должны работать бесплатно? Как-то сопоставляли. Мне, по-моему, кто-то, по-моему, Яшин, да, сопоставлял его как бы реальные доходы с той квартирой, которую Якименко выбирал, и... А где он посмотрел его реальные доходы? Якименко активно занимался бизнесом в 90-е, как и многие люди в нашей стране. Уже когда движение было расформировано практически, большая часть сотрудников как-то оказались за границей. Кто-то в Америку уехал, кто-то в Германию, кто-то еще куда-то. Ведут такой, насколько я понимаю, буржуазный образ жизни. Ну, знаешь, в рамках вот этой борьбы за лидерство, которая была в движении наше, невозможно было заурядному человеку куда-либо продвинуться. Да, многие ребята уехали. Маша Дрокова, она работает в Америке, известная пиарщика. Много кто хорошо устроился, и это логично, это нормально. А ты с кем-то поддерживаешь связь из бывших коллег? Только с теми, кто работал в моем коллективе и до сих пор со мной работает. Так, в принципе, я ни с кем не вижусь. А календарь Путина, это же был для Путина, да? Как правильно? Календарь для Путина? Да, это был твой проект. Тогда считалось, что МГУ самое оппозиционное место. Там все ненавидели Путина. И мы с моими товарищами Владимиром Табаком и Максимом Перлиным сделали такую историю. Фишка была в том, что самые оппозиционные девушки Москвы раздеваются для президента. То есть, это так зашло. То есть, это были студентки журфака МГУ? Да, да. И вы придумали такую концепцию, что это эротический календарь и всякие забавные... Ну, такое достаточно интеллектуальное, да, там были фразы, это же не просто какая-то пошлая такая порнота. Там леса потушили, а я все еще горю. Ну, да, это были такие мемчики. Каждая страничка это мем. Об этом календаре писали даже международные крупные информагентства. Да, было очень-очень много. Все зарубежные СМИ написали, и он еще долго потом гремел. Вот если на примере этого кейса вот говорить о каких-то технологиях влияния на общественное сознание, вот какая здесь или какая использовалась методика? Ну, вирусный контент. Мы тогда только начинали вообще прощупывать эту историю. И в тот же период Вася любил собирать различных там разных интересных ребят талантливых из разных областей. Мы тогда познакомились с Юрой Дегтяревым. У него просто вышло два вирусных ролика. Не помню уже, какие точно, но они так нас поразили. Такой был шок-контент какой-то. Мы его пригласили работать с нами. Он совершенно никак не был связан с политикой и вообще не понимал, чем мы занимаемся. И мы решили, что мы не будем его портить и втягивать в наш патриотизм, так сказать. Вот. И Вася выделял ему деньги на эксперименты. Он занимался рутюбом тогда, и ему выделяли деньги на то, чтобы он делал, что хотел. Вот. собирал студию, делал школу, прокачивал как бы ребята, и чтобы что-то из этого получилось. В итоге за несколько лет он создал действительно, по сути, он и создал современный YouTube. Да, потому что все вот эти ребята Хованский, Поперечный, Ильич из Little Big, они все работали у Юры в самом начале. И без него, конечно же, их бы не было. распалось это все, когда вскрыли мою почту, и они якобы не знали о том, на чьи деньги банкет. Вся суть выкладки моей почты в том, что я кому-то давала много денег. а давать кому-то деньги, это плохо, что ли? Или получать их? А за что, кстати? Им давали деньги за их развитие. Мы не получали ничего с роликов Ильича или со всех их поделок. Они не были политическими, они не были это был просто фан, который заходил в Ютубе. Это был наш большой эксперимент, в который мы вкладывались, чтобы понять, что такое вирусный контент, что заходит, что не заходит. Если их все посмотреть, это была абсолютно лаборатория контента. И был проект «Спасибо, Ева», и он до сих пор есть, можно найти все эти ролики, там нет политики совершенно. И, по сути, это был социальный лифт для них. И на их месте я бы только сказала спасибо и сочувствовала бы нынешнему поколению, которое не имеет такой возможности получить подобные скрытые гранты. Слушай, но со стороны-то это выглядит странно. То есть, если меня спонсируют, наверное, это предполагает то, что я буду лоялен тому, кто меня спонсирует. Мне выглядело странно то, что государство вкладывает в саморазвитие такого большого количества детей. Это было нелогично и вызывало недоверие. Почему у нас эти дорогостоящие лагеря, почему у нас стажировки по всей стране. Мне было 18 лет, и я попала на стажировку в Регнуме из Владимира. То есть, меня организовало это движение «Наши». Я в Москве до этого была раза два и то проезд. То есть, и за что это, и что от нас хотят. Никто ничего добровольно не делал. Ничего страшного мы тоже не делали. То есть, для нас создавали условия. А вот поперечный Литл Биг и Варланов и прочие, они понимали, что это государственные деньги? Я думаю, что нет. А им и не нужно было это понимать. У них был руководитель Юра, который взялся, их всех собрал и их научил работать. И научил их делать продукт, создавать. Какая разница, кто у него спонсор. Более того, он и не обязан было ничего об этом говорить. Я так понимаю, что споры были в основном в том, что они увидели сметы, увидели, как много он получал. И они такие, а мы-то мало получали. Но он руководитель, он реализует эту смету. Он решает, кому сколько платить денег. Но это странно было бы, что он взял бы, притащил и сказал, давайте вот каждый по куску возьмет и будем довольны. Но конечная цель была не создание вот этой так называемой то, что сетки... Да, Сурков любил экспериментировать. Даже если не стояла какой-то задачи, может быть, она потом бы появилась. То есть это было творчество его личное в плане того, зачем-то это нужно. Пускай растут все цветы, потом, может, они помогут создать дивный новый мир. Ну что, вряд ли. Хотя он создался, да, сейчас за любую интеграцию ютубера, там, ты платишь от 500 до 3 миллионов рублей, а то и выше. Да, это действительно дивный новый мир и был создан он именно тогда на вот эти вот кремлевские или как там называют деньги. Сейчас, поскольку очень активно используют такое понятие, как сетка, когда несколько каналов или аккаунтов, и у них есть какое-то связующее звено, вот тогда это не было аналогом такой сетки, что вот есть несколько блогеров, они, поскольку их спонсируют, так или иначе будут лояльными. Нет, ты знаешь, а мы не знали тогда, что мы покупаем, потому что нечего было покупать. Тогда единственная сетка, которая была, это, да, не было сеток, да, это были тогда блогеры в ЖЖ, Техномат, там, еще какие-то, я даже не помню, как они назывались, вот, нечего было покупать. Была, была сетка в государственных СМИ. Да, ты знал прекрасно. У нас начинается селигер, к нам приезжает Путин, и завтрашнего дня выходит в коммерсанте говно, в МК, в новой газете, и везде как бы под копирку, как бы, да, то есть есть чья-то интенция, кто-то это дело заказал, и вот это вот все происходит, там, да, можно было предсказать, что зачем пойдет, вот, и если мы не покупаем соседнюю полосу, там, да, с позитивным материалом, то в целом получаем вот такое вот говно. но в социальных сетей тогда не было. Тогда мы познакомились с тем, что такое упаковка, и поняли, что надо экспериментировать и понимать, как создавать именно вирусный контент. Если ты выдержнешь за руку, как бы, да, точно человека, то окажется, что никакой он не оппозиционер и вовсе ничего не имеет против Путина. Ну, это, кстати, был тогда тот период, когда образ Путина только начинал вписываться в контекст вообще, в культурный, медийный, то есть начал становиться предметом каких-то там вещей, на футболке с его лицом начали выходить, то есть, ну, когда он становился мемом, это Путин краб, это тот период, но до этого, да, то есть Путин был такой, в интернете такой харам, только он спишь слово Путин, тебе сразу прилетит много оскорблений. А студентки-журфак КМГУ на каких условиях участвовали в проекте? Они были все подругами табака. Ну, то есть, им не платили? Нет, он просто знал их. А ты видела, что одна из этих девушек вот ходила на последний митинг в феврале? Нет. Почему, по твоему мнению, движение наше прекратило свое существование? Опять-таки, этот вопрос, вот тому, что мы с тобой обсуждали про постправду, вирусный контент, упаковку и все прочее. Было время Суркова, чтобы он был нужен интерпретатор, человек, который все разъяснит и создаст тебе реальность. Дину, сейчас же произошло глобальное упрощение, и интерпретации больше не нужны, нужны только ретрансляции, нужно доносить как бы месседж, но он давно расшифрован. Когда в 2011 году Сурков все-таки утратил свои позиции, и по сути получилось так, что и финансирование движения наше прекратилось, это все звенья одной цепи или не совсем? Ну, наверное, да. Мне точно это за кулисы неизвестно. Почему Сурков стал не нужен, сам ли он это решил или это решили, как-то это можно связать с тем, что мы говорили про развитие его трех этапов образа. я не знаю. Но да, это был его проект, его задумка, и понятно, что нас воспринимали как его ресурс, поэтому оставлять было опасно. Что изменилось в вашей жизни, жизни членов, так скажем, этого движения, когда вас назвали ликующей гопотой? Ну, как бы ничего не изменилось, кроме, наверное, какого-то понимания. То есть тогда мы начали что-то подозревать, потому что когда власть тебе говорит, что мы хотим кадровую революцию, мы вас будем развивать, чтобы вы пришли нам на смену, мы все для вас делаем, развиваем молодежь, и потом часть этой же власти говорит, что ликующая гопота. Было как-то странно. И мы подумали, что это, блин, тут не то уже. Первые подозрения закрались уже тогда. То есть вы подумали, что от вас открестились? Ну, мы как-то начали понимать, что власть, она неоднородна, что помимо Путина есть еще куча людей, что все намного сложнее устроено, и какая-то наивность прошла. Я помню, тогда написала пост в ЖЖ, тогда мы только начали заниматься ЖЖ, и тот человек, который был источником этой фразы в «Коммерсанте», она приехала на Селигер вместе с Путиным и Медведевым. И я написала какой-то пост такой, не помню, о том, что вся ликующая гопота здесь в сборе, движение наше, Путин, Медведев, распространяя ее слова на всех, кто там. И какой-то взрывной эффект возымело. Мне сразу позвонили из администрации, попросили убрать этот пост. Я его убрала, я тогда еще не знала про эффект Барбара Стрейзанд, вот этого всего. И круто было, потому что после этого пост, естественно, увидели все. Расскажи про эффект Барбары Стрейзанд, потому что далеко не все знают, о чем ты говоришь. Ну, когда ты хочешь что-то скрыть, убрать из интернета, тем самым привлекаешь к нему больше внимания. только увеличишь. И все, в тот момент я поняла, что жопу этот коммерсант, теперь я могу все. вот мы начали понимать, как работает интернет. До сих пор еще многие чиновники, люди постарше, они не понимают, как это устроено и требуют удали, 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 мне надо удалить, зачистить, эту статью убрать, ту. Ну, и все мы видим, что вот это порождает только большее количество информации о том, что она только распространяется, да еще с бэком по поводу того, что человек прикладывал усилия, чтобы это убрать. А раз кто-то хочет это убрать, значит, тем интереснее это еще дальше распространять. К движению наше имел отношение в свое время даже Владимир Соловьев, и у вас с ним случился какой-то конфликт. Понимаешь, у меня с Владимиром Соловьевым за последнее время восстановился какой-то хрупкий мир, поэтому мне не хотелось бы говорить ничего плохого, потому что моя нервная система еще одной войны с ним не выдержит. Хотя бы в чем была суть конфликта? Он же чуть ли не твоего отстранения требовал. Ну, суть была в том, что тогда Сурков сказал Якименко меня уволить за какую-то очередную статью в Коммерсанте. Тогда же уволили Соловьева, потому что он то ли высказался против Единой России, то еще какой-то показал нелояльность. А, как обычно, из системы не уходят, их так просто не отпускают. Меня просто оставили на год прокачиваться. На всякие образовалки меня заказывали и прочее, чтобы я исправилась. Соловьева нанял Вася, чтобы он тренировал комиссаров на то, как им продвигать свою позицию. Он пришел и начал рассказывать, что все беды движения наши, из-за того, что так движения ненавидят. Из-за меня. И я отказалась ходить слушать на эти лекции. Разозлилась и начала писать посты про него, как бы, достаточно смешные. Он обиделся на это. Ну, как-то потом вот эта вот сложная вот эта паутина хейта и войны, она много лет длилась. А как тебе кажется, какая технология, может быть, я не знаю, как это корректно обозначить, используется тем же Соловьевым, потому что, если есть человек, который, как Кашпировский фактически, может влиять на умы людей, хотя, казалось бы, она на поверхности довольно прямолинейная как бы технология используется. Это очень агрессивная и безапелляционная, без каких-либо там полутонов, донесения одной единственной точки зрения. Почему это так эффективно и почему это работает? Потому что есть большое количество людей, которые не хотят и не считают нужным и вообще не имеют физической возможности подключать лобную долю и на них до сих пор действует прямое высказывание. Вот и все. Это пассивный потребитель информации. Но по большому счету, что Соловьев, что Навальный, они используют технологию одну и ту же. Да, ну у Навального немножко она поклебетнее, и она более интересна людям, потому что всех интересует то, как власть в чем-то неправа и где власть имущие перешли границу или позволили себе какие-то излишки. Да, это понятно. Но она еще давит на больную мозоль, потому что когда стоимость ёршика сравнивается с твоей месячной зарплатой, конечно, гнев произрастает. Если человек даже не имеет темперамента какого-то бурного, я наблюдала за тем, как такая технология действует на очень, казалось бы, людей, которые там и проверяют информацию, анализируют. Но когда используется такая технология, когда сравнивают вещи, которые не совсем как бы сопоставимы, причем тебе уже не должна доказательная база в этот момент, а у Соловьёва как бы эта история с патриотизмом. все застилается пафосом и давлением на твою какую-то самость. И вот этот патриотический порыв, он же даже сравним с таким религиозным. Каждый человек, если он не может отличить правду от неправды, не способен управлять как-то критическим мышлением, то он будет вестись на то, что ему ретранслируют. Есть байка, что Путин до сих пор не умеет пользоваться интернетом. Думаю, умеет, но, наверное, он у него какой-то особый какой-то слой, который ему сотрудники настраивают. То есть это не байки, ты думаешь, что это на самом деле его предположение? Я не думаю, что он имеет много времени, чтобы скролить вот так самостоятельно всё, что захочет. Но это же, представляешь, в каком вакууме он находится, что он даже может не понимать реалий современного мира. То есть это или он настолько должен доверять своему окружению, которое ему даёт ровно ту информацию, которую ему нужно получать. Я не знаю, как у них это устроено и какой у него запрос существует. Ты проводишь ликбез для представителей власти, как пользоваться интернетом, диджитальные тренды, как двигаться? Равно, как и людям, представителям любых других профессий и направлений. Кто обратится, с тем я и работаю. Да, как бы мастер-классы по работе с интернетом, предотвращению рисков, осуществление аналитики, это очень востребованная история. Поэтому участвую. А если вот я, как частное лицо, решу к тебе обратиться за какой-то консультацией, то есть какая механика, я должна связаться с кем-то из твоих? В зависимости от твоих целей. Обычно приходят с двумя задачами. Исправить репутацию, есть сложный, дорогой и длинный период к пути, это с позитивным контентом, и есть короткий и дешевый путь, это с нахождением причины, почему у тебя плохой образ, кто тебя заказал, и приведение факт-чекинга о том, кому это было нужно. Все, конечно же, выбирают короткий и дешевый, потому что работать по построению образа, надо не только много платить за это и усердно самому принимать участие, но надо еще и слушать рекомендации. Чаще всего все приходят, особенно девушки, которые хотят вести свой инстаграм, развивать какие-то бренды одежды и какие-то свои шоу-румы продвигать, они сами типа все знают, нет, я так сниматься не буду, это я делать не буду, тут у меня будет вот подпись такая и прочее. И обычно мы с такими не работаем. Или сидишь, слушаешь и делаешь то, что мы говорим или давайте по короткому пути. Я правильно понимаю, что к тебе могут обратиться не только связанные с политикой люди, но и какие-то светские персонажи? светских персонажей, это очень большая прослойка, от них очень большой спрос идет. А какие-то телеграм-каналы селебов или медийных личностей вы можете взять под свое полное видение, например? Да, конечно, появился такой тренд совсем недавно. Многие девушки, ну, такого, не знаю, селебры или не селебры, более-менее широко известные в узкой среде, они обращаются с покупкой, хотят купить слот в какой-нибудь светский канал, куда они будут публиковать свои посты. А эти посты не касаются того, никого они не мочат, никакую свою соперницу не обсирают, нет ничего такого, это просто какие-то размышления, заметки в духе того канала, где слот выкуплен. Я так понимаю, что это такая проба пера, как раньше это было, типа, меня в газете опубликовали. Просто публикация, и посмотреть, сколько расширено, послать парня, сказать, как тебе эта статья, например, этот пост, а знаешь, кто это, я была там. Это же какая-то нативка, непонятно, какого уровня. знаешь, это так, лапкой потрогать, хотят решиться на этот жанр, но как-то вот пробуют, потому что писать, это не фотки выкладывать, как бы, да, видимо, как-то осторожно. Не знаю, многие хотят как бы вести телеграм, но не могут определиться с последовательностью и с повесткой. Вот. И вот таких вот, таких вот, три девушки у меня вот такие есть. А через тебя можно купить пост в любом канале в телеграме? Да. Вообще абсолютно в любом? Ну, думаю, что да. А если это не телеграм, а шире, например, какой-то селеб первого эшелона, все так же через тебя можно заходить? Да, думаю, да. Ну, в зависимости от того, о чем пост, и против кого, или за кого, ну, есть же куча нюансов. Ну, вот есть, например, там, не знаю, тиктокеры, типа Дины Саевой, или там, не знаю, Ольга Бузова, номер один. Я сама не занимаюсь, лично не занимаюсь другими соцсетями, у меня этим занимаются ребята там. Ну, у тебя есть такое подразделение? Да, конечно, за каждую соцсеть есть свой менеджер, который там, как рыба в воде, всех знает, и со всеми на контакте. То есть, я то не лезу, мне это не очень интересно. А как происходит на Западе? Вот ты как-то человек, знающий все алгоритмы. Вот ты когда видишь, например, западные звезды, в едином порыве, поддерживают, не знаю, Камалу Харрис, делают пост любви. Это, как правило, действительно по любви происходит? Не знаю, мне кажется, может быть, я, ну, это просто ощущение, я не изучала этот вопрос, но мне кажется, это такой конформизм, комьюнити именно, что это действительно натуральная тема, как бы, да, и у них просто так принято. Какой-то западный опыт вы когда-нибудь изучали, как происходит? Потому что считается, что политика постправды не сурков это изобрел, что изначально это было опробовано как раз обкатано в Америке, что Китай в этом невозможно, просто преуспел. И вообще вся эта история с тем, что мы никогда не можем быть уверены, что любая информация, которую мы получаем в сети, да где угодно, что это правда. Надо создавать свою информацию. А у тебя бывает такое, что ты создаёшь эту информацию и создавая её вот в процессе создания, ты, я не знаю, там, меняешь мнение по какому-то вопросу? Нет, хуже бывает. Мои ребята создают какие-то фейки, а я об этом не знаю, и потом попадаюсь на это, и мне говорят, что сама сошла, это вот мы сделали. Ну вот смотри, у тебя есть чат, там 60 человек. Вот ты закинула, тебе пишут, Кристина, что это? Это фейк, не обращай внимания. Вот у меня, например, нет такого чата из 60 человек. По каким признакам я должна понять, что передо мной фейк-ньюс? Если я больше не встретила нигде эту информацию промониторила, или если вот что произошло? Ну, представить просто, кому это может быть нужно. Ну, то есть, как правило, за любой информацией политического, светского, любого характера может стоять заинтересованная лица. любой ресурс, который публикует ту иную информацию, он делает по нескольким причинам. Во-первых, он или он считает, что это интересно людям, и это вызовет эмоциональный отклик, или же это по заказу. То есть, ты получаешь этот пост и надо понимать, как интересно, кому бы он мог понравиться, этот пост, и что могло бы в нём заинтересовать людей. И просто вычеркиваешь неподходящий пункт. Задолго до того, как появился Телеграм, раньше какие-то настроения серьёзные в интернете можно было прослеживать по аккаунтам в ЖЖ. В то время, вот мне просто очень интересно сравнить твой опыт. У меня был такой, на заре моей карьеры, у меня был опыт работы на Первом канале, мы запускали проект «Городские пижоны». Это был, особенно в первом сезоне, очень такой эстетский, классный проект, он выходил в ночное время, но это была совсем не аудитория Первого канала. И чтобы её найти, там были очень классные, качественные сериалы типа «Офиса», «Калифорникейшн», всякие документальные фильмы про Джима Моррисона. Очень классный, качественный контент. Совершенно, как бы там, какой бы среднестатистический зритель Первого канала случайно не нарвался после какого-то вечернего фильма на этот проект, почти, ну, наверняка, он выключил бы телевизор. И, соответственно, у нас была создана такая, на время, там, на несколько месяцев такая креативная группа. Мы заводили аккаунты в ЖЖ, какие-то левые, активно взаимодействовали с этой частью продвинутые аудитории, которая потенциально могла бы быть зрителями, по сути, да, потребителями этого контента. И после того, как аккаунт чуть-чуть прокачивался, хотя бы месяц, там, полтора, когда к нему возникало доверие, мы вбрасывали туда вот эту информацию. А, кстати, на Первом канале вот есть такой-то классный проект, теперь можно и искать не в интернете. нативочка. Да, это была такая нативная история. Вот то, что вы делали в ЖЖ, хоть сколько-то похожи на это? Нет, потому что перед нами ставили задачу искренне, чтобы это и было именно, чтобы каждый комиссар писал то, как он думает, как бы, да, что если это не является частью его убеждений, там, да, то он и не нужен здесь в движении. Если он не может выразить и донести то, что он делает оффлайн, как бы, да, в сообщениях, то, значит, он нам не соратник и, значит, он не разделяет наши ценности и поэтому он не нужен. Да, там было люди разные все, как бы, да, и разные были комментарии там и с ошибками и по-всякому, но это были их личные мнения, их никто не учил этому и не было какой-то такой системы, как, ну, там, ферма, где выдают шаблоны или там выдают тезисы, как на что реагируем. Ты контролировала создание вирусного контента, вот мы на примере календаря Путина понимаем, что это за контент, который может и сам разойтись, и даже международные там информагентства его могут подхватить, и как бы это пример того, как что-то залетает само по себе. И вторая деятельность это какое-то взаимодействие с лидерами мнений, либо создание такого контента, либо вот взаимодействие с уже созданными какими-то аккаунтами. Ну, покупка блогеров, та же история, вот когда со взломом почты, где фигурировали, в очередной раз их перечислим, там Варламов поперечный, Литл Биг и прочие, это тоже была как бы своего рода, ну, пусть экспериментальная лаборатория, чтобы понять, что заходит, но в то же время это же была история про какое-то взаимодействие, про то, что вы всё-таки были в какой-то связке, так или иначе. Я могу сказать, что Якименко не знал никаких ни речей, ни поперечных. Ему было абсолютно всё равно, кто у Дегтярёва в команде и кто они. Он их визуально на роликах как бы видел, но ему это всё было не нужно. Была именно попытка понять принцип создания чего-либо. А Варламов, так это мне вообще непонятно, почему его пытают все Собчака, ещё там Дудь, кто-то его спрашивал, Берёбок, почему он брал у меня деньги, правда ли он их брал и прочее. Но это же вполне очевидно. Лучше, чем Варламов, блогер и фотограф, на тот период, да и сейчас, в принципе нет. И понятно, что отфоткать президента приглашаешь лучшего человека в стране. Предлагать такому специалисту и унижать его поработать бесплатно, тем более евреи, тем более на власть, это не наши методы. Конечно, ему заплатили, но он этого не скрывает. Более того, он за любую свою деятельность берёт деньги и он это всем объявляет. Это нормально. Я не знаю, кто бы ни пошёл пофоткать президента. Это странно, конечно. Поэтому я не понимаю, почему все так удивляются на предмет Варламова и пытаются его в каком-то зашкваре обвинить. Я понимаю, почему все удивляются. Потому что он так или иначе всё-таки имеет отношение к людям, критикующим. Да он вообще-то за здравый смысл. Нифига он не критикующий, никакой он не оппозиционер. И у него очень много рациональных центристских идей. И он всегда был адекватным парнем, который полностью на стороне здравого смысла. А за что вообще вы готовы были платить? Потому что вот эта история, когда тебя допрашивала на дожде, по-моему, Собчак, почему ты носишь столько наличных. Вот за что конкретно вы платите? Вот, например, пригласили Варламова поснимать за контент. Но вам было важно, чтобы это сделал именно Варламов, потому что в связке с ним значимость такого контента становится как-то серьёзнее. Нет, Варламов президента фотографировал бесплатно. Он фотографировал для нас потом наши другие объекты и поездки. Викименко куда-то он в какую-то колонию ездил с совершенным летним и прочим. То есть, за это он получал деньги. Но президента он фоткал бесплатно, естественно. это большая привилегия. Ну вот за что ещё, за какого рода контент блогерский или там просто не блогерский, какого-то значимого, социально значимого человека вы могли заплатить? Ну, в то время, ты знаешь, они как-то не было того, кого-то на рынке такого, кого хотелось бы купить, что он был бы прям так уж необходим. Тогда был период, когда проще и интереснее было создать своего персонажа, чем мы и занимались. Но какого своего персонажа вы создали? видеоблогеров, да, Ну, например, кого? Ну, некоторых мы уже с тобой обсудили, а тех, кто ещё не совсем зашкварлены, я называть не буду, чтобы не портить им жизнь. Ну, то есть, это сейчас активные, действующие видеоблогеры, которые тоже появились благодаря вашей поддержке, так скажем. Вот смотри, как бы, да, я поняла, о чём ты, эксперименты не закончены. Как, что такое вирус и что может стать вирусным контентом, можно только предсказывать. Всё меняется в каждую секунду, всё зависит от мемов ситуативных. У меня есть много лет уже, хоть нам это и не всегда требуется, но чтобы ребята мои как бы прокачивались и были всегда на острие, то у нас раз в полгода есть три месяца такого челленджа, где они могут объединиться в разные группы или в одиночку работать. И их задача придумать кейс без единого вложения денег, ну, или на свои, как угодно. Мне пофигу, как бы, лишь бы это. сработало сделать такой супервиральный кейс, который бы вышел в глянце, в газетах, на телек попал, как минимум не меньше ста публикаций, о которых бы говорили, писали бы во всём интернете. Разного рода. То есть это может зашкварить какой-то селебрити, это политический кейс, что-то вообще абсолютно фейковое, абсолютно неважно, лишь бы это был эффект. Как они могут упаковать совершенно любую свою мысль. Чаще всего, если у нас есть какие-то пожелания у меня против каких-то наших оппонентов, то вот в первую очередь можете взять вот эту персону и с ней что-нибудь сделать. И тот, кто лучше всех отрабатывает, этот кейс действительно заходит и гремит, то тот получает большую премию на коллектив, или если он один работал, то один. и мы вот так вот постоянно тренируемся. А если это заходит на международку, то это вообще просто супер. А куда легче попасть? На телек, в глянец, к каким-то большим селебам? Ну, глянец не поворотливый, а телек, как бы, на телеке они вообще мало что понимают. А вот мемы туда продвигать не очень, то есть это должна быть такая какая-то громкая такая штука, возможно, даже оффлайновая. Проще всего все вбрасывать через телеграм. Ну, к вопросу вот о телеграме. В свое время, после того, как ЖЖ, можно сказать, умер, но он как-то функционирует, но он не имеет такой уже больше значимости, да, и социальной, и политической, какой угодно. До какого-то момента власть вообще не верила в интернет. То есть верили в шесть печатных изданий и в телек. Что изменилось? Благодаря чему все-таки они развернулись к в интернету? Ну, потому что власть транслирует одну позицию через свои ресурсы. А в комментариях и в соцсетях люди эту информацию интерпретируют по-своему, и там совершенно другая обратная связь. Просто увидели обратную связь. До этого же она была не видна. Ну, как бы, да, в телевизор не напишут в ответ на новости. Было понятно, что прежние методы доставки информации не работают. Долгое время говорили, что это все боты, или все это машинка, или это все оппозиционеры пишут, что это все не натуральное мнение не людей, как бы, да, вот. Но все равно объем-то нарастал, и поэтому не учитывать это мнение становилось уже невозможно. И в какой-то момент вот эти все основные дискуссии перетекли в Телеграм, потому что ЖЖ, ну, он уже морально устарел. Нет, так было, знаешь, ЖЖ было уничтожено потому, что появилось очень много спама в комментариях. Так как основная жизнь социальная как бы, да, бурлила именно в комментариях, там посты не особо важны, там как раз были все дискуссионные площадки, то там начали спамить, в чем нас и обвиняли различными каким-то флудом, картинками и прочим, так что коммуникация была невозможна между пользователями. И, по сути, так вытеснили аудиторию из ЖЖ, и мы все пошли в Твиттер. И какое-то время, да, пару лет Твиттер стал основной площадкой. Более того, тоже очень удобно, потому что короткое, быстрое сообщение сразу попадало в обзор журналиста, который на тебя был подписан. То есть такая более поворотливая история. Но потом в Твиттере появилась куча бытоводов, спекулянтов, школоты, люди ушли в Фейсбук, где и стали обсуждать все, что связано с политикой. Но потом алгоритмы Фейсбука поменялись, и уже сложно было тебе из-за алгоритмов выдачить. Ты не мог смотреть то, что ты хочешь. Плюс в тот же момент появилась как раз вот эти первые посадки за посты и лайки из-за репосты. статья 282 в принципе стала небезопасно даже лайкать что-то. И поэтому аудитория вытеснилась из Фейсбука и вообще из медийного пространства, существующего, на ту площадку, которая гарантировала безопасность и анонимность в Телеграм. И опять-таки сначала Телеграм был не политизированный там. Люди туда приходили, чисто как территория для эскапизма. Там были культурные каналы, исторические. А потом как раз-таки когда вышла книга с Игоря «Вся кремлевская рать», она так вообще в принципе в тот момент повысилась спрос на такие подковерные информацию такую, скрытую. И появился канал «Низ Игорь» в Телеграме. Как раз это совпало с АП-шной пересменкой, когда уходил Володин, но еще никто не знал, кто придет на смену Володину. Месяц где-то все думали, гадали. Низ Игорь как раз-таки выдавал все версии о том, как бы спекулирован инсайдами, о том, кто может прийти на смену Володину. И поэтому все журналисты и активисты и политические блогеры наблюдали за Низ Игорем. Наблюдали, наблюдали, потом тоже включились и начали создавать свои аккаунты. И как-то у нас так в стране повелось, что культура доверия к самосдату намного выше. У меня есть цитата с сайта компромат.ру, которую ты наверняка знаешь. Они говорят о том, что первые каналы, которые появились в Телеграме, только создавали иллюзию, что есть какие-то информированные источники, инсайдеры. При этом при отсутствии свободных СМИ и закрытости власти всем надо было что-то читать. Вот это и есть постправда, да. И вот, собственно, цитата с компромата. Попытка продемонстрировать информированность была обманом. Особенно хорошо это было видно на примере Низ Игоря. Его авторы просто ждали ночи, когда федеральные газеты публиковали свежий номер на сайте, брали инсайды оттуда, печатали их под видом собственной информации, пока большинство читателей не успевали понять, что эксклюзив фактически украден. Это можно и медиалогии просто посмотреть было в 12, да, и быстрее всех. Но это опять к вопросу того, что кто быстрее возьмёт информацию, лучше всех упакует и выдаст. Того и правда. Какого рода контент будет востребован в ближайшее время? Вот ещё несколько лет назад, когда я работала в медиа, мы постоянно слышали о том, что видеоформаты убьют печатку, убьют вообще текстовый контент. Но так или иначе не совсем так произошло, потому что Телеграм со своим текстовым контентом жив. Но, опять же, как мы поняли, для такой узкой, сегментированной, элитарной части аудитории думающей. А массовая аудитория сейчас всё-таки на Ютубе, её очень действительно там много. И как тебе кажется, куда это будет развиваться и насколько вот это... Ты уже так говорила о том, что от анонимности всё-таки к персоналиям будут двигаться. Вот ещё пару слов про тренды. Ну, про то, какой контент победит, победит удобный контент. Тот, который будет самый быстрый, лучше всего упакованный, самый лучший срез, собраны сливки со сливок и быстро и ярко, доступно тебе будет доставлен. То есть мы же, ну, не смотрим, я не посмотрела ни одного интервью Дудя, Собчак и прочее, как бы, да, я всё это смотрю в нарезках. И подписаны на те каналы, которые я точно знаю, сейчас вот они это смотрят. Сейчас всё, что важное там было, как бы, да, все мемчики нарежут, и всё, в принципе, вот за этот короткий срез ты всё поймёшь, что там было. Как бы, да, вот, ну, удобство, потому что внимание ограничено, а информации очень много. И надо, чтобы кто-то её упорядочивал. Тот, кто будет делать это лучше всех, автор это, или анонимная группа, как бы, да, райтеров, неважно. Но тот, кто лучше всего справится с упорядочиванием этого гигантского потока информации, тот и победит. Ты постоянно говоришь о том, что нужно развивать критическое мышление, чтобы в этом... Нет, может, кому даже и не нужно, многие счастливы в таком состоянии. Никогда тебе не хочется самой разобраться, понять, это на самом деле так или это всё вообще абсолютный фейк. У меня как-то, ну, не приходится даже совершать какие-либо усилия, это какая-то профдеформация, потому что есть чат с сотрудниками, там сидит 60 человек, просто кидаешь им ссылку, ребята, ты что, забей, забей, фейк, 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 как бы, да, это всё за секунду пропускается через... Ну, у тебя, видишь, профессиональное комьюнити, которое это всё идентифицирует, а у человека, например, нет такого возможности и ресурса быстро понять, фейк это или нет. Ну, например, тот же Артемий Лебедев, который вляпался с тем, что опубликовал новость о том, что у Юлии Навальной немецкое гражданство. Ну, я так думаю, что он наверняка искренне верил в это, когда это публиковал. Ну, хорошо, ошибся человек, и чего? Ну, он испортил очень сильно себе репутацию, даже те люди, которые его поддерживали, то есть у него проблемы появились. Испортить репутацию в стране, где нет института репутации, конечно, очень сложно. Смотри, для того, чтобы прийти с рекламы к какому-то блогеру, с какой-то нативкой, ты всё равно понимаешь, что этому человеку больше доверяют. К разговору о том, какой контент победит, почему нужны авторские блогеры. То есть человек выбирает для себя те площадки, которым он доверяет. Таким-то блогерам, таким-то аккаунтам, и всё и живёт в этой реальности, созданной этими людьми, этими аккаунтами, на которые он подписан. Тут вопрос в том, как сделать этот выбор. Как ты относишься к тому, что тебя очень часто называют человеком, который разрушил культуру, дискуссии в интернете? Если посмотреть, порыться в архивах ЖЖ или в комментариях, на всяких сайтах, компроматах и прочих, то там, конечно же, все друг друга называли на «вы» и использовали обоснованные аргументы. Как бы получается так. Это бред. Я считаю, что то, что мертвой, не может быть мной убито. Но да, допускаю, что, конечно, космогония Рунета не была бы так полна без меня. Ну, а тебе льстит то, что тебя вот такой властью наделяют? Пусть с негативным каким-то оттенком, но признают за тобой власть, влияние на общественное сознание? Да, как бы пусть ненавидят, лишь бы боялись. Мне все равно. Наверное, это хорошо, раз никто ко мне не лезет. Думаешь, боятся? Ну, побаиваются, да. Есть немного, как бы. Ну, потому что про тебя мало что известно. А, кстати, вот есть какая-то личная информация, которую ты о себе готова рассказывать? Ну, не знаю. Я ничего особо не скрываю. Ну, там, не знаю, свои... Круг общения, семейное положение и что-то такое. Ну, я развелась в этом году. Это... Как бы это все, что у меня из новостей личной жизни есть. Об этом я нигде не говорила и не писала. Но по поводу друзей. Есть какие-то друзья, которых ты можешь упоминать? Или... Мне-то все равно вообще, но многим людям я не хочу таких неприятностей. Чтобы их ассоциировали с тобой. А то, что так... Вот такое положение дел, тебе это не доставляет дискомфорт? Что человек, он тебя, может быть, и любит по-человечески, но боится сказать, что это друзья? Те, кто не готовы со мной афишировать отношения, не находятся в орбите моего интереса. Мои, как бы, все переживания, они в плоскости реального мира, а не онлайном. А если тебе, например, человек говорит в лицо или пишет публично, что ты, там, кремлевская пропагандистка, как ты реагируешь? Ну, меня это устраивает. Как бы, я не вижу в этом ничего плохого. Ты близка с родителями? Да, очень. У нас прекрасное отношение. Это байка или нет, что тебя мама просто за руку привела в движение наше? Нет, так и было. Какая-то была у нас бурная юность. И мы с моей подругой остались на Новый год в городе, а мама куда-то уехала. Был Новый год, и она приехала через неделю, и квартира была разгромлена, и мы в каком-то таком состоянии. Она испугалась, она сказала, или вы больше никакой в жизни больше не увидитесь, или вот сейчас пойдете, вот там курсы какие-то открыли, идите и сидите там. Ну, и мы пошли, отсидели 4 часа, и как-то... Как тебе кажется, ты относишься к числу тех людей, которые вот реально очень на много влияют на то, что происходит в нашей социальной, общественной и какой угодно жизни? Мне кажется, медийное влияние, оно переоценено. Но если задаться желанием и получить задачу, какой-то интересный кейс, что-либо изменить, то все возможно. Спасибо тебе большое за откровенность. Я, правда, была даже не готова к тому, что ты настолько будешь откровенна. Мне казалось, что ты меня будешь прерывать, говорит, мне некомфортно, вот это стоп. Привет! Молодец! Продолжение следует... Продолжение следует...